Такой, ну что, с кого будут начинать? БХ моментально отправляется в бан, ну и мы ждем, будет ли Нага Сирена. Все ферспики забанены. Ну, Нага Сирена. Нага Сирена. И есть еще вариант ее скомбинировать с Дисраптором. Более того, если сам не забираешь эту комбинацию, то ее заберет соперник. Могут с Дисраптора начать просто, мне кажется. Не захотят показывать просто Нагу Сирена. Или с Рспитом. Нет, все-таки с Нага Сирена. С Наги Сирена. Ну, а моментально Тим Ликвид забирает Дисраптора. Так, и Ликвиды, судя по их реакции, они это ждали. Но это пока нам ни о чем не говорит. Они, может быть, и ждали. И вот оно, наконец-то. Сэн Кинг для Майнд Контрола и Эр Спирит. Если сейчас Ликвиды выиграют эту игру, то их Эр Спирит будет не побежден на этом турнире. Все просто. С другой стороны, Ньюби все-таки урывает свою связку. Нага Сирена Дисраптора. Моментальный бан Энигма, чтобы не превратить эту связку в что-то ужасное. Я думаю, у Тим Ликвид уже было как раз в плане все это прописано. То, что если мы дадим Нагу и забираем быстрого Сэн Кинга и Спирита. Ну, и понятное дело, Энигма Бан. Это уже априори так должно быть. Да, Сэн Кинг неплох против Дисраптора с точки зрения, что можно все-таки попытаться как-то уйти с помощью Барро Страйка от Глимса. Ну, конечно, самое главное, это инициатор для Мэнд Контрола. Тот герой, которого мы просили на протяжении всего этого финала, которого мы сейчас посмотрим. Тайд Хантера должны банить, потому что та комбинация очень хорошо зашла. Как раз у Ньюби Нага Сирена Дисраптор и Тайд Хантер от KP. Если я правильно помню, если переноситься в решающую карту групп, там тоже был подобный Распик. Был Эр Спирит, был Сэн Кинг. Насчет Эр Спирита я, правда, не уверен, но точно была Нага Сирена Дисраптор и был Тайд. Был также Умни Найт у Ньюби, но здесь его не будет. То есть очень похожа эта карта на решающее противостояние в группах, но немножечко видоизмененное. Все-таки Омника подбанили, банят Дазла. Дазл очень неприятная цель, потому что мы видели буквально в этом турнире, буквально пару дней назад, мы видели, как Нага Сирена жмет сон, а дальше ты пытаешься зафокусить какого-то героя, ему дают крест. Либо тебе приходится прожимать вот эту жесткую комбинацию на Дазла. И Ньюби скорее забанили Дазла, помня об этом неудачном опыте. Ну что, Крок будет убирать Эрд Хантера или ему что-то какой-то другой герой больше не нравится? Они не боятся Тайда, мне кажется. Они вообще не боятся Тайда. Вот Тайда они как раз ожидают. Это 100%. Ну, Тайд тогда будет. Будет Тайд с Пайпом, фёст-итом против Сент-Кинга, против Спирита. Это будет довольно-таки неплохо. Да-да, решающее там был. Не могу никак вспомнить, но Тайд Хантера там точно был. И как раз здесь самое главное будет БКБшки дофармить. Дофармил БКБшки и всё отлично. БКБшки ещё дофармить надо. Это да. Как бы в прошлой игре с этим возникли проблемы некоторые у игроков Ньюби. Ну что, бан Террор Блейда. И пик от Ликвид. Они показали пока что тройку и четвёрку. Остаётся герой пятой позиции для Кура, Мидер и Кэрри. Забанит Террор Блейд. Может опять какая-то сейчас ДП появится от Ньюби. Фантом Лансер я бы не брал, потому что здесь уже очень много АОЕ. Да, Фантом Лансер, Сент-Кинг и Рспирит не потянет на этих героев. Это смерть для него. Так пятого героя для Тим Ликвид нужен. Думаешь, пятёрку будет забирать? Ну да. Герой пятой позиции. Пятый герой. Опарейшн играли, вот я вспомнил. Был Опарейшн. Ещё в подобной комбинации у Ликвидов. Очень смешной человек в очках. Да, он очень... Очень пристально следит за драфом. Жизнерадостный. Да, вот на Ньюби так посмотришь. Ну они абсолютно вообще вот... Называется... Какую карту играют Ньюби? Они играют первую карту открытых квалификаций или решающую карту гранд-финала? Они играют абсолютно одинаково с одним и тем же лицом. Все карты в одной и той же посадке. Там по линейке как будто их рассадили. Трафт у нас начинается одинаковый, да. Ньюби сидят, разговаривают в TeamSpeak'е в своём. Team Liquid окружают Кроку и что-то с ним обсуждают. Забирает Ластилера. Опять у нас для Матумбы. Вот я ждал выбора... О, в ходе Na'Vi кто-то там у нас уже... Na'Vi даже тут есть. Ну, Na'Vi могли, в принципе, пройти. Шанс был какой-то. Классные кресла, кстати. Очень удобные. Хочется отметить, что есть две N-Fest-бомбы уже. Это с Сир Спиритом и с Сан Кингом. Причём оба героя, скорее всего, купят блинк. Короче говоря, врывайся не хочу. Да, и здесь задача нужна будет как раз с этой N-Fest-бомбы. Кого контрить? На густерену. Так же, как от Ла'Ивы. Искать её. Просто напрыгивать моментально-моментально. Камень или подкоп. Чтоб Ластилера и съедал. Какой герой! Это против Ластилера старая добрая забытая контра. Да, у Урса очень хорошо Ластилер играет. Я, честно говоря, давненько не помню, что вы играли. Но вообще Муги поигрывал на этом персонаже. Потому что было время, когда без Урса вообще никуда нельзя было выйти. Герой для Муги. Мне кажется, это его персонаж. Вот это как раз тот самый. Они чем-то похожи здесь с Матумба-меном. Им нужен такой герой, который может разваливать раны и даже без особых артефактов. Как гирокоптер за счёт своих спылов. Как Урса с минимальными какими-то артефактами. Просто прыгать, съедать. И самое главное, что соло. Делать очень много работы соло. Мне нравится Вайпер. Мне нравится... Темплар Ассасин для Темликвит. В пятом... Ну, как раз герой для Миракла в миддл. Кто ещё такой хороший будет заходить против Урсы? Больше так... Может быть, какой-то ещё Лондруид. Но Миракл вряд ли будет на нём играть. Это всё-таки герои, наверное, для Матумба. Для Матумбы уже взяли Ластилера. Могут, конечно, свапнуться спокойно. И поставить Матумбу на Лондруида Миракла на Ластилера. Не знаю, может, какой-нибудь УД. УД тоже неплохо. Который там прячет постоянно, в энрейджи. Форставчик первого итема как раз-таки против Урсы неплохо. Ну, что-то из этой серии. Да, вот такой герой, который... Взяли Урсу против Ластилера. А они должны героя взять против Урсы. Ну, мне Вайпер нравится больше всего. Ну, Вайпер просто кидает ультимейт, и всё, Урсы на месте стоит. Ну, это решение вопроса Вайпера. Что возьму для С-Трипл-Си? ОД. Сами забирают у нас в Нью-Урбе. Сами забирают ОД. Для С-Трипл-Си. Вот тебе и ответ. Да, это достаточно интересный ответ. Ну, вообще, вообще-то говоря, считается... В своё время считалось, что Нага Сирена — это крайне неприятный герой для Ластилера. И довольно легко понять, почему. Ты жмёшь рейдж, вся твоя команда засыпает. Ты в этом рейдже, тебя ещё могут поймать в сетку. А для Лайфстилера с пылы пробивающей БКБ прямо с самого начала игры — это большая проблема. Ну, и, конечно же, такой герой, как Дисраптор, тоже против него неплох. Потому что можно поставить Статик Шторм, ты не нажмёшь рейдж, и останешься бегать в клетке и получать урон. Забанили всё-таки Тайдхантером. У нас Ликвид. Ага, забанили последним. Ну, понятно, что здесь остаётся оффлейнер. Бан Тайда. А в свою очередь здесь, наверное, будет бан Снайпера. Мне кажется, вот сейчас забанят Снайпера против УД. Это один из самых неприятных персонажей. Да и против Урса, на самом деле. У Снайпера там такой талант потом появляется на 20 уровне, когда тебя отталкивают. Да. Ты бежишь, он тебя отталкивает, он стреляет издалека с огромного радиуса, самый большой радиус атаки фактически. Ну, там не уверен, учитывая талант Террор Блейда, того же. 1090 у него со всей прокачки. Да, это очень много. Бруда. По-прежнему Бруда в бане. Остаётся герой на оффлейн. Какие герои есть на оффлейн? Давай попробуем вспомнить. Есть, остался Андерлорд. 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 И об этом я не успел сказать, но это одно из первых, что приходило на ум, потому что у нас постоянно Андерлорд и Андерлорд в очередной раз. Я даже не знаю. Мне нравится Пик Нюби. Он такой хороший, мощный, балансный. Ну, Лайфсилер против Андерлорда, мне кажется, заходит очень хорошо. Ведь Андерлорд ничего не может поделать с Рейджем и в целом. Он рано или поздно соберёт. Тут, наверное, будет Пайп и что-то из серии. Может быть, Кримсон Гварда. Кримсон Гварда будет очень хорошо смотреться против Ластилера, а Ластилер не будет сгрызать всех моментально. Ласт пик для Миракла, герой. Забанили Бруду. Ну что, будет ставочка на Снайпера? Снайпер идеально заходит, потому что прыгает вперёд с Инкин, Кир Спирит, Лайфстилер бежит, а Снайпер как раз издалека. Ну, тут нужен какой-то второй керри. Ну, это безусловно будет второй керри. Не знаю, мне нравится Тенпл Арк, нравится Снайпер, Вайпер уже. Так себе. И Тенкер, ура, мы дождались его. Почему только сейчас, непонятно. Вот он, вот он, Тенкер ОД для Миракла. Посмотрим, как будет он его реализовать. Моментально переносимся в игру. Никаких там представлений, ничего, но это прикольно. Очередной выход у нас. На выход на Джей Эйча идёт. Джей Эйч, есть у него, конечно, возможность покатиться. Сетка пошла в сетку, его ловят. Что дальше? Ничего. С-Трипл Си может поймать. Или нет. Или да. Не успевает. С-Трипл Си куда-то в тень ушёл за ёлку, спрятался. Да. И вард ставится поздно. Ну, на самом деле, ничего особо не потеряли здесь. Единственное, Нага вкачала сетку. Это не самый приятный момент. Потому что теперь до второго уровня и на линии будет тяжеловато помогать. Ну, а гонять будет трудно. Через сеточку она это делать нормально не может. Дают смок у нас по Мираклу, чтобы он успел добежать как раз до Баунтирун. Нет, уже никуда не побежит. Просто не успевает за 15 секунд пробежать полкарты. Поэтому останется на меде, просто будет блочить скрипов. Останется без Баунтирун. Но ничего страшного. Заберут у нас 2 Баунтирун и Лайстейлер. Это тоже хорошо. Да, выходит. Фейт подбирает Баунтирун. А Ликвид подбирают Фейта, судя по всему. Ну, да. Вряд ли он отсюда уйдет. С жестким замедлением он уже... Да. Да, да, да. Он просто отсюда уходит с телепорта. Он просто нажал на ТП. Ну, проблемы. У Нага в серийной сетке. У Дезераптора, чтобы он не отдал First Blood Glimpse, гонять будет у Флейнера трудно. С Эмкинга, с Гаспиритом. Смотрим за КП. Андерлорд в его исполнении. Вкачивает сразу себе ауру. В свое время Андерлорд был First Peak именно из-за этой ауры, которую, опять же, в свое время порезали. И ставится у нас пауза. Ну, наконец-то. А то я думал, что все слишком гладко проходит. Что-то все-таки не так. Очень напряженный финал, который длится уже... Кстати говоря, всего четыре с половиной часа было сыграно. Ну, это пятая карта уже играется. Обычно бывает по длине. Здесь как-то довольно быстро все четыре карты прошли. Быстрые паузы очень. Тут раз они сыграли, дают им там сколько? Ну, 10 минут, да. И через 10 минут уже начинается прям четкий драфт. Нету каких-то задержек. По полчаса, по 40 минут, чтобы аналитики уже не знали, что говорить. На турнире ESL OneGenting 2017, который мне очень сильно запомнился, потому что мы комментировали его из-за Останкина. Ньюби также играли в финале. Проиграли там в финале DC со счетом 3-2. И я помню очень хорошо этот матч. А еще очень хорошо его помнит Force. Потому что он взял себе билет на поезд не через день, а в этот же день. И единственный вариант, при котором он мог опоздать, это пять карт. Поэтому он буквально на уже едущий, отправляющийся с перона поезд, успел заскочить обратно. Но турнир был знатный на самом деле. Там DC тогда еще были в форме. Это были те самые DC, которые там вице-чемпионы Инта. Но это, в принципе, был их последний, по-моему, турнир, на котором они что-то показали. Дальше все было плохо. Ну, главное, конечно, что Ньюби там играли. И играли, сколько я понимаю, в этом же составе. Или практически в этом же составе. И уступили. И вот у них сейчас может быть повторение. Опять 3-2 они могут проиграть. Им этого очень не хочется. Будет неприятно. Да, это такое же. Будет вдвойне неприятно, что они и реванш не взяли у Ликвидов за Интернешнл. И то, что второй финал на том же чемпионате, это опять 3-2. И мы не забываем про очки. Ведь основная борьба это сейчас не призовые. Основные призовые у нас на Интернешнл. А чтобы туда попасть, нужно зарабатывать очки. А пока что у нас в очках Ликвид, Сикрет, ВП уверенно лидирует. И нужно как-то разбавить. Конечно. Майн контрол. Победы будет недостаточно. Но, тем не менее, это будет сильная заявка. Да, майн контрол просто уходит в песок. Уселся в туман. Ну и все у него в порядке. В общем, пока что он там живет на этой линии. 3-1, Андерлорд. 1-0, Майн контрол. Но я думаю, что сейчас вот подкачаются дисрапторы Нага Сирена. И Майн контрол станет тяжеловато против Урса стоять. Все-таки. Хорошо на меди денает у нас крипов СCCC. Меркл аж троих потерял сейчас. Да, вот теперь Меркл отвечает. Подвышка тяжело. Тяжело, да. Подбивает, очень неприятно. СCCC. Так, в общем, стандартный лейнинг. 1-1. Тинкер против УД. Ничего занимательного особо пока что мы тут не видим. Нага Роумит. Андерлорду подпустили его как-то вот к крипов к его линии. И поэтому у него уже вторая аура появляется. Посмотрите, какое различие. Андерлорд, который играет от обороны, берет себе вторую ауру, чтобы быть попрочнее. Герой очень прочный на самом-то деле. Был когда-то еще прочнее. Но, в принципе, если сейчас берет ауру в 4 раннюю, то примерно такой же, как раньше. Снизу начинается на руне какая-то драка. Здесь Майн Контрол. Здесь Какао, у которого есть уже Рептайт. И кажется, Какао здесь может приплыть. То есть нет, Фейт его спасает. Не, ракета еще сверху долетает через всю камеру. Какао чуть страдает. Глимсует у нас здесь. Ой, ее на месте как-то Джоша сделал. Роллинг Болдер. Кувырок на месте. Красиво. Урса 15-13. Прям жестко упоролся в крипов. Своих и чужих, чужих и своих. Муги, который очень сильно переживал из-за финала Интернешнала. И считает, что именно он был главной причиной на одной из карт. Хотя, на самом деле, я думаю, что было причин очень-очень много. Но этот финал Муги пока что старается. Очень все классно делает. На Гирокоптере, да. На Гирокоптере он отыграл прям отлично. На медиа СТРИПЛС. Ну, тут как-то кто кого разминает еще вопрос. Да, СТРИПЛСи, если еще разок зарядит такую комбинацию, как на первой карте. Ну, здесь тяжело представить, как это вообще будет возможно против Лайфстилера. Все-таки здесь для него герои совсем не такие приятные. Лайфстилер, герой, которого он не любит. Тинкер, в общем-то, более-менее. Но, конечно, нету какого-то абаддона, на котором можно бесконечно набивать Инту. Андерлорд. Ну, вот, собственно, чем занимается Андерлорд. Свободное от лейнинга время. Подстакивает всех крипов, а Куроку приходит и ворует их. Ну, да. Кура тоже понимает, чем занят Андерлорд. Видит сейчас Андерлорд вдвоем, Джаши. Кура на миде, тем временем, выход на Тинкера у нас. Подходит сюда КК. У КК есть Инвиз. Подходит Фейт. Пошла сеточка. Пошел Кинетик Филд. И еще и можно глимпсонуть. А можно и не глимпсовать. Хороший камень. Кура тут же отправляют обратно наверх. Джейдж остается совсем один. Фейт очень классно разобрался. В итоге Джейдж еще и без хп остается. И отличный ферзблат в исполнении команды Ньюби. Да, такой поздний ферзблат на 4.40. Аккуратно команды до этого играли. Кстати, сейчас, если бы Фейт не потратил Греймс, можно было обратно Миракл отправить. Так неосторожно прилетел. Но, возможно, поэтому и прилетел, потому что знал, что глимпса уже нет. Ну, пока что лайфстиль руса доминирует по крипстатам. Тинкер немножечко отстает от ОД, но, в принципе, они тоже более-менее на равных. А вот Сын Кинг очень сильно проседает по сравнению с Андерлордом. Андерлорд очень много лесных крипов выформил. Так, опять выход. Опять выход на Тинкера. И он ошибается. Сейчас можно подспрятать в Астралово. Должен. То есть Трепл Синяя не успевает. Радиуса не хватило. Да не, должно было хватить. Там радиус, по идее, приличный. Но почему-то не спрятал. Ну, да, видимо, не хватило на первом уровне. Вот нам показали там вообще крохотный радиус. Не смог подцепить Тинкер. Так, и сейчас знают. Знают, что Сын Кинг пошел. Но проблема в том, что Сын Кинг тоже все видит, все знает. Он выходит. Начинают сейчас пытаться собрать Дизраптора. Правда, походит Муги. О, и Джейдж-то остался здесь. Муги очень хорошо сыграл. Еще и сеточка влетает на Сын Кинг. Даблкил. Ну, вот опять Муги. Вот почему он сюда пошел? Отличное, отличное решение. Другой кэрри мог бы не пойти. Это была бы ошибка. А он пришел, помог сюда своим тиммейтам. И сейчас выгрызаются в кипи. Но посмотрите, насколько этот герой жирный. И Лайфстиллер его с огромным трудом пробивает. И все-таки забирает. Не было поддержки. Но герой очень много втанковал. И если бы не пассивка, опять же, Лайфстиллера, неизвестно, смог бы ли его пробить или нет. Да, пассивочка очень много урона добавляет. Как раз-таки по таким толстым персонажам. Ну и Ликвид подпушивает верхнюю вышку. Вряд ли ее заберут. Но смогут, скажем так, подготовить плацдарм для наступления. А могут забрать еще раз андерлорда. О, подсел на фит. Летит ОД. ОД попробует спрятать. Стан не попадает. Нет, Лайфстиллер разбирается. В итоге ОД остается здесь. Один видит Кура. Ставится кинетик филд. Куры закрывают. И Кура начинает мансовать. Начинает Кура мансовать. Отсюда укатывается Джаш. Ну, а Кура остается. Фраг был разделен между тремя героями. Ну, скажем так, показали, что так же дайвить все-таки не стоит. В следующий раз можем и наказать. Но на самом деле андерлорд погиб дважды. Это очень плохо. Это повторение того самого фидящего андерлорда от майндконтрола. Только теперь в исполнении кипи. Миракл остается на миде. Делает себе соул ринг. Делает себе травела. Пора стаки делать для тинкера. Начинать хотя бы большое количество. Ну, пока что не особо видно. На аншентах нету. На верхних аншентах тоже нету. Ну, сейчас уходит стаки делать у нас, наверное, элсперед. Потому что надо. Ты все-таки с тинкером играешь. Тинкер очень сильно и быстро начинает набирать итемы, когда есть очень много стаков. Опять на андерлорда выход. А, это нет, не на андерлорда. На С-Трипл-Си. Уворачивается от стана. Ледит сюда Урса. Ну и да, бежать, 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 бежать. Джейдж. Если у него болдер, замедляют. Урса. Тиммейт Муги. Да, ну Муги пока что тащит эту катку. И на Медал, на Меркл можно опять Кака у нас в инвизе. Опять можно ловить. Да, но Кака, Кака решил не раскрывать свою позицию. А Урса, посмотри на Муги. Посмотри на этого парня. Да. Просто идет Рошана забирать. Должен быть там Вижн. Сейчас зайдет туда Кака. О, а Кура видит. Кура видит Кака. И уже, уже никуда он не уходит. Это был байт. Был отличный байт. Хотя, возможно, Кура сейчас еще и выживет. Отличный камень залетает от Роспирита. Лайфстиллер уже здесь. Вгрызается в Урсу. Урса нет ультимейта. Отличный подсейв от ОД. Подходит Майнд Контрол. Но он очень битый. Айспас залетает. Попадает только в Урсача. У Матумбомена нету маны. Совершенно. Какая-то очень такая неуверенная драка. Очень аккуратная. И Майнд Контрол не хотел подходить. Выиграл в итоге из всего этого увиденного нами Миракл. Больше всех, который просто стоял на миде. Хлобнокровный Билл Крипов. 5-2. В пользу Ньюби. Снизу, кстати, Фейт еще получает уровень. Да, нужно срочно ему вот этот шестой. О, Кура. Кура улетает. Хороший глимс. Да, напрометчиво. Но сразу же понимает, что там стоит вард. Зато выносит из этого определенную информацию. Сверху КК вместе с андерлордом. Да, Муги в итоге пока что действует очень круто. Заход на Рошана на самом деле ничем иным, кроме как блефом, не являлся. Он просто стягивал сюда суппортов соперника, чтобы... Да, стягиваем просто на открытой местности, чтобы от товара не прыгать. Будем драться так. Ну и там Нага в инвизии может кого-то зацепит. В итоге чуть-чуть не смогли добить. Летит Курьер наверх куда-то. Три игрока Ньюбе. Так, это... Пока что у Кипи нету ходу в Дефайнса. Блинка тоже нет у Урса. Есть Фейзы. Сейчас он уже как раз положился в КГУ. Вот сейчас главное не умереть от Мурса, потому что он один. Да, он абсолютно один. Еще и видит, что тиммейты от него ушли. Бедные, бедные Муги. Хотя тиммейт подтягивает с Нага Сирены уже практически здесь. Видит, видит. Все. Но получает подкоп. И пошел энрейдж. Но тут же замерзает. Спасти рядового Муги. Нет, продать рядового Муги. Кенигспрейм, Матумбомэн. Да, ну слишком далеко ушел. И знал, что суппорты отошли. К тому же у Ликвид, посмотрите, такие варды отличные стоят. Которые видели... Да, вот этот вот. Все подходы и передвижения с хелпы. Да, они видели, что как раз два героя, которые должны сейвить, они слишком далеко находятся. И все. 5-3 по-прежнему. Ну, очень-очень неспешно развивается эта игра. Что, в принципе, пока что на руку Тинкеру, который выходит в свой фарм. Да, также и ОД не прочь пофармить. Герои такие достаточно медленные. Все, Тинкер получает травела. И он причем травела себе первым и там купил. Сейчас будет себе до собирать как раз это Sol Ring. Сначала у него Sol Ring лежал. Но это, наверное, на плохую игру. Если совсем плохо дела пойдут, то так ему Space дали чуть на меди. Как раз эти все драки. Вот этот выход на Рошану. Тинкер простоил, убил крипов. Муги. Матумбомен сгрызает тем временем фейтон на нижней линии. Здесь фейтон игрался. Здесь фейтон бомба. Да, зато, зато Муги заходит на Рошана. И что здесь с ним делать? Андерлорд очень неплохо помогает забирать Рошана. Потому что у Андерлорда замечательная... Есть замечательный фаер-шторм. Майнд-контрол там просто погибает. Его закрыли. Он застрял в итоге где-то в лесах. И на халяву забирают его. Пошел Enrage. И Рейден забирают. Рошан забирают. Аегис! Отменяет ТП очень вовремя. Миракл. Если бы он сейчас остался, это была бы конечная. Но в итоге очень вовремя отменил ТП. Правда, Пит оф Малис уже появляется. Глимсуют здесь Джеки Росса. Инициатива медленно, но верно переходит команде Ньюби. 7-4. Отличный выход на Рошана. Чуть-чуть не зацепили Тинкера. Буквально еще каких-то пару пикселей нагоба прошла вперед. Но снизу падает вишка. Да, забирает его Матумбомэн. Сколько у него там до изолятора остается? Купил себе один уже Мефрил. Немного. Совсем немного. Еще один остается. Мефрил. Джейдж бегает на разведке. Может быть, какие-то варды поставят, если они в принципе есть. Ну и забирают верхнюю вышку. Так. Пайпхуд долетел, по идее, у нас с КП. Да, он уже был с Худом. Будет играть через Форставчик. Но Форстав must have, потому что очень много всяких разных дизейблов. Лайс Тиллер. И Лайс Тиллер тоже, да. Его замедление. Нужно как-то его поддодживать. Здесь я бы сказал, что и Ликвидом нужно задуматься об этом. Потому что если Ликвид не купит Форстав, будет тяжело койти Тюрсу. Короче, здесь вся игра на том, чтобы раскатить сейчас. Ух ты, как летит Тинкер. Очень неприятно. И Фейт находился рядом, но нет, не выходит. Но если Тинкер здесь сделает пару шагов вперед, то это будет смертный переговор. Снизу точно такая же засада, но только в исполнении команды Ликвид. Ультимейта у Андерлорда нет, поэтому ни о каком Даркрифте речи не идет. Сканируют. Сканируют у нас Ньюби. Мы понимаем, что они ожидают подобного выхода. Но вот какая сейчас может подставиться. Использует иллюзии. Очень аккуратно играет. Я думаю, вряд ли по Тауру будут лезть. Все-таки Нагасири она довольно-таки толстая. Там 10 армора еще под этим Таурум, еще плюс 3. Плюс еще кто-то прилетит сверху. Ну вот так, как раз телепортов избегаются под Тир-2 Таурум. Нужно убиваться моментально, просто берстом. Убил, ушел. И опять же, игра против Андерлорда. Это не обязательно все будут лететь по цепочке. Возможно, Андерлорд телепортируется вместе со всеми героями соперника. И будет больно. Больно. Оу, Джейдж. Муги заходит в лесок проверить. А там подарок. Ну, потому что слишком агрессивно у нас здесь стояли. И появляется блингдаггер у Муги. 8-4. Одня тысяча преимущества у Ньюби. Пятнадцатая минута. Но мы понимаем, что сейчас, как раз-таки, пока Тинкер добирает свои артефакты, Ньюби уже могут начинать давить за счет Урсы. А Урса-то у них с Аегисом. С-3пл-Си. Не цепляет мейн-контрола. Астрал все еще в единицу. Кура. Кура в инвизе. Есть третий айспас. Можно как-то подцепить. Видит, еще запалил двух героев. Да, но они... Да, там в узком проходе можно прям цеплять под айспас, но нет, драться не собирается. Просто халяву дает. Прекрасно понимаешь, что это Маегис. Драться ни в коем случае нельзя. Да, его еще самого могут тут просветить. И в таком случае он просто погибнет. Видит у нас Ластилера. Смещаются к нему. Будут ли атаковать, это большой вопрос. Потому что здесь есть Рейдж. С другой стороны, Сеточка. Видит Матумбу. Стоит хороший вард. Который очень трудно будет найти, если его не заметили. Ну и на самом деле, все это сделается под забирание тир-1 вышки на центральной линии. Поэтому делают одновременно и минус вышку, и плюс еще пытаются как-то сагрессировать. Идут дальше. Сейчас очень опасная позиция. Там практически под хайграундом. Есть блинк у Муги. Он моментально прыгает на Джакира. Айс пас. Залетает у Д. И это минус Кура. Пытаются поймать Джаша. Джаша уходит. Ракставался у нас Курокет из последних сил. Но дамеджа, как раз в своем рассказе, там никому не нанес большого. Ну просто запустил кулдауны, чтобы уж не зря в таверне сидеть. Ну, да. Ну, ликвиды сплитят. Главным образом они сейчас не тинкера отфармливают, им нужен блинкдагер на Санкинге. Это основное. Да и на тинкер тоже нужен блинкдагер, чтобы в безопасности фармить. Вообще, да. Спейс дает для тинкера. Как только возьмет дайкер, так игра сразу получит. Наверное, следующим будет он будет фармить себе аганим. Потом, может быть, какой-нибудь Каю. Может быть, без Каи будет играть. Сейчас тинкер почти все с аганимом играют. Тандерлорд, тем временем, нашел Роспирита. Линза нужна еще. Да, линза аганима, это сейчас вот самое-самое такое. Мы уже сколько раз видели нечто подобное. У нас как раз на этом замечательном турнире была игра 90 минут между командами. Между кем и кем, я уже не помню. Между командами. Зевс против тинкера, да. Было достаточно интересно. Так, и в смоках, по-моему, сейчас находится Ньюби, да. В смоках Ньюби, а сверху над ними у нас Ликвид с инфест-бомбой. На вардах причем танцует. И разбивают смок. И, кажется, это видели. На Аксирен заходит. А еги заканчивается. Инфест-бомба есть. Куру. Джаша возвращает. Лайфстиллер. Лайфстиллер внутри. Он переждет, конечно, статик шторм. Но вот что дальше? Если сетка нет, сетки нет. И не заберут его здесь. Все-таки потратили. И он прекрасно понимал, это Матумба. А это еще не все. Сверху С-Трипл Си. С-Трипл Си видит Майнд Контрол. У Майнд Контрола, по-моему, все еще нету Блинк Даггера. Он его только-только дофармливает. С-Трипл Си его находит. Нет, не находит Майнд Контрол. Каким-то чудом спрятался за елкой. Мне раньше тоже нравился ночью это делать, особенно вокруг елки. Как-то мансовать. Так, курсы уходят от ракет Тинкера. Тинкер начинает дефить. И тем временем идет стяжка. И вот он пошел, Дарк Рифт. Андерлорд заберет всех с собой. Ну и вот так вот просто они сваливают. Красиво. Единственный способ победить Андерлорда в этом противостоянии, именно как-то нейтрализовать его Дарк Рифт, это либо убить Андерлорда, либо превратить его в Стоун Ремнант с Расперидом Саганимом и выкинуть. Потому что обычного радиуса вряд ли хватит, если его чуть-чуть оттолкнут. Только там есть в последний момент, как-то очень красиво. Может быть что-то еще, серикунь, пики. Ну да, пару толкаешь его, еще пару пик, и он совсем далеко уезжает. Подденает у нас Тавар Андерлорда снизу. Пока... Ну преимущество за Ньюби я вижу игровое. Преимущество за Ньюби, но небольшое, всего 1000 голды. Именно потому, что у Ликвидов нет ключевых артефактов, но Кура очередной раз подсаживается на Фит. Здесь Муги забирают легкий фраг, но все это не так важно и не вносит такого большого импакта. Как, например, Блинкдаггер на Санкинге, который может быть сейчас использован самым жестоким образом. Сверху находится сейчас Эрспирит, Эрспирит укатывается. Лайфстиллер внутри, ой, как неудачно они выходят. Сейчас нужно возвращать. Так, Лайфстиллер делает ТП. Эрспирита прячет, НАГО чуть-чуть не успевает. Ну и Эрспирит... Подфиживают у нас. Зачем ультиматит? Надо было просто, наверное, уже так, чтобы дальше пойти. Ну, наверное, да. Просто давно его никуда не везал уже. Мне кажется, Ньюби понимает, что Ликвид с ними не хотят сейчас особо драться и будут разводить. Поэтому скиллы вообще можно не экономить. Можно выдавать сплын налево и направо. И тем самым убивать героев Ластиллер у нас очень интересный Третий такой итем Себе делает Блэкинбар Это против Дизраптора Да, потому что если у Бутла Ну не против Дизраптора, наверное Ну не против Дизраптора, но именно в том моменте Как раз, который мы сейчас видели Чтобы тот герой, в котором он будет сидеть Не оказался в штате к шторме И он просто бы сидел, он может вылезти Нажать БКБ, потом еще нажать Рейдж Но конечно стоит отметить, что это не лучший выбор Для лайфстиллера с точки зрения урона Статов, Сенкинг уходит на Блинкдагере, но остается все равно Сидеть в кустах, тем не менее фейта Его не находят, страйк был потрачен Поэтому было немного опасно Инфест бомба и вот он, вот он момент Ну, Иван Бориславов Сейчас или никогда По-моему Владимир Кузьминов Может быть ты белорус? Болгарин Белорус болгарин Может быть я и белорус Выход на нижнюю линию идет Портируется также Тинкер Но Тинкер пока так И отличный скан Какий скан от Ньюби? Скан прямо в Сенкинга Сенкинг прыгает вперед Но Причем какую игру уже Они прямо именно в ту точку Грамотно делают Сами, сами смоке Смоук Смоук и находит Тинкер Нужно копать, нужно копать Неплохо копать Двоих, но хватит ли урона Лайфстилер Урсу, Урсу по Заметан Рейдж Пытается убить лайфстилера Лайфстилер в итоге погибает Какой же Муги оказался прочный? Не хватило совсем немного И С-Трипл Си прячет его Для того, чтобы он не погиб От От раскасты Муги до сих пор живет Он просто там С-Трипл Си еще сейвит Да, С-Трипл Си Просто помог своему керри По-другому никак Минус три в исполнении команды Ньюби Хотя, надо сказать Очень неудачная была У них позиция Муги Муги возвращается на шрайн Прыгает на Джакира И год лайк Да Медведь Оказался слишком силен Ну, что сказать Я думаю Чуть-чуть не хватило Не хватило какого-то, может быть 300 урона от Сен Кинга Боже ты мой Но А, это от Урса От Урса, извиняюсь Мне показалось от Сен Кинга 1600 от Сен Кинга Да Не хватило Тинкера, может, какого-то Чтобы именно добить эту Урсу Пока она стояла там в стане Пока там Ластилер наносил этот бешеный урон ей Чтобы именно Берстом накрыть сверху Ну, такая позиция была Они увидели Ньюби Нужно было сразу копать Времени не было на то, чтобы кто-то подтянулся Если бы не подкопали То сами получили какой-то стан Там, или Может быть, статик шторм от Дисраптора И все Можно было бы выносить Урса покупает БКБ Мне как-то, честно говоря По тем моментам, которые я видел Очень нравится здесь Аганим на Урсе Потому что Постоянно Ее станет первой И важно именно Использовать Свой ультимейт успеть Второй Рошан падает у нас Да, но сюда будет стягиваться Сен Кинг Сен Кинг уже идет Опять инфестбомба Пошла Прыгает неплохо На Урсу Можно сейчас забирать И вот он, пожалуйста Блэкинг Бар на Урсе Моментальный минус 3 В исполнении команды Ликвид И это будет минус Рошан А вот тебе и камбэк На ровном месте Абсолютно И грубейшая ошибка От Ньюби Не зачекали Рошана Ну я даже не назвал это Камбэком Потому что Ликвид Так сильно не уступали Они проигрывали драки Но теперь инициатива будет Точно в их руках Забирают Рошана Забирают Аиги Забирают Сыр Сыр достается Майнд Контролу Возможно Они поверили Что пойдут без Эпицентра Но Еще раз Айтем Билд Урсе БКБ Если Урса Включает инрейдж Ей не страшен Ни Эпицентр Ни Барострайки Ни Лайфстиллер Ничего Если Урса Получает стан В начале Она не может нажать Ни БКБ Ни инрейдж Ничего И в этом плане Аганим бы давал Нереальная Абсолютно живучесть Но Выбор пал на Блэкинг Бар Конечно Блэкинг Бар тоже хорош Чтобы не попадать В станы В бесконечные Не стоять Под месами Тинкера Вот он Вот она Линза на Тинкере Взялся Наверное Талант на 10 уровне Там плюс 75 Как раз тоже К дальности заклинаний А нет На 10 взял Усиление Магического прокаста Так и сейчас Выход на мид Опять будет Майнд контрол В позиции Готов врываться Ну с эпицентра Ворваться не получится Ну хотят ворваться Очень сильно Да В иллюзию врывается Очень настроен Майнд контрол Как мы видим На такую вот Агрессивную игру Ну в принципе Не так много Поменялось С этим Аегисом Гораздо больше Изменилось Блингдаггером На Санкинге Да Теперь можно Спокойно Инициировать Ну что Смачок Да Неплохо было бы Сейчас как-то Выйти в смоках Как раз Самим Игрокам Ньюби Выходит Выходит на центральную линию Ну Как-то слишком примитивно То есть возможно Оставляют фарм для тинкера Это единственный Ну хотят еще Чуть Взять артефактов У тинкера просто все Великолепно В 25-й минуте У него вот эти 4 артефакта Которые 5 артефактов Да там с Солрингом Ну так по мелочи И с Ботлом те же Да нет У него для 25-й минуты Прям все отлично Блинг, травела, аганим и линза И сейчас он фармит себе Еще пятый догон Да прям сразу решил Зафармить этот артефакт Чтобы быстро вырубать героев Очередной выход Тинкера тем временем Ну нужно начинать Ставить против него Вот такие вот варды Потому что уже начинает Своим аганимом развлекать Спускает машинки Постоянно давит линию Санкинг Может сейчас прыгнуть На Нагу Сирену Нага Сирена Нага Сирена просвечивает Санкинга Поймали лайфстилера У него Аегис У него слишком много всего Санкинг пытается Пытается провернуть эту фишку Но не удается В итоге погибает Санкинг курсов Блэкинг Барри прыгает И остановить Муги сейчас Практически нереально Тут же идет байбэк от Санкинга Но он не может помочь Джей Эйдж Джей Эйдж дает камень Нет у него Роллинг Болдера Успел залезть в Эспирит у нас лайфстилер Просто на последнее хп Да, но там был Аегис Поэтому это не так критично В любом случае Потеряли Санкинга И байбэк на Санкинге Андерлорд летит обратно на вышку С помощью Дарк Рифта А тем временем С-Трипл Си Пошел И Санкинг раскастовывается Санкинг прыгает Майнд контрол Какой врыв Отличная Спас от Кура Ну немножечко еще урона Нужно влить О, Део успевает дать Ультимейт Забирает Эрспирита Кура Ходит в госкепитер И пошел Пошел наваливать Тинкер Ньюби легко отделались После такого врыва Казалось, сейчас там Санкинг похоронит всех Именно Савар Ну в целом Я бы сказал Что Ньюби даже выиграли Этот суммарный размен Если учитывать Что Санкинг сделал байбэк Ради этого врыва Если учитывать Что была Егису соперника Они отдали Тавар И практически на одного героя Меньше даже Да, Блокингвар сработал в этот раз неплохо Делает Башер Но в такой ситуации Действительно Если подставлять не Урсу первым Подставлять нужно кого-то другого И тогда Урсач разваливает без шансов После появления Башера Практически не будет каких-то вариантов С ним справиться Тут главное не вставать Просто под станд втроем Если ты так будешь делать То ты будешь драки проигрывать И никакой Урс тебе не поможет Именно поэтому Урс Перед Вот настолько жесткий У команды Ликвид Потому что постоянно Находят вот эти моменты Там еще на самом деле Был один ключевой момент Вот в решающей драке Про который я хотел упомянуть Когда Нага дала Слип Нага здесь тем временем Находит Урс Переда Но ничего не сможет с ним сделать Нага дала Слип И Урс Перед Благодаря своему огромному Радио суставу Смог сбить 2 ТП Несмотря на то Что Нага кастовала Ультимейт И вот такие моменты Очень сильно решают Здесь конечно тоже Отличная игра была От Сен Кинга И от Эр Спирита Джеки Рост там продлил стан Неплохо Но пока все ровненько Да пока что все очень-очень ровно Мы видим 2000 преимуществ Ликвид Это только за счет этого Аегиса Но все очень шатко Опять же Урса прыгнет на Тинкера Урса прыгнет на Лайфстилера Моментально погибнет Хороший скан удается сделать Но Да Мы видим что здесь Иллюзии Наги Сейчас могут увидеть Настающую Нагу Вот сейчас Видят Нагу Тинкер летит Пошла просветка Нага уходит в Глиммер Да Ее все-таки успели просветить Забирают Нагу Но в принципе Это опять же Это маловато для Ликвид Они хотят кого-то еще Не хотят кого-то еще Потому что это всего лишь Саппорт Нага Нужно идти дальше На Товера надо выходить Пока как раз нету Одного героя 40 секунд Причем ключевого Для Тимфайта А Ньюби собираются Все вместе Очередной скан Отличный скан Там уже Ластилер запалился Такой скан Весьма понятен Отличный Вард Стоит в Ликвид Ластилера почти Кераса готова Буквально остается 550 голды И вот он Вот он Вард Который сейчас может сделать Очень многое Прыгают на Андерлорда Но вот тут же двигают Тинкер Раскаст Отличный Вард стоит И не понимают Что этот Вард Находится здесь С Ньюби Вот сейчас Пингуют туда С Трибл Си Понимают что Ну не может Тинкер Так хорошо выдавать Свои раскасты Если не будет иметь Здесь Вижн Летит Нага Сирена Уходит в Глиммер Нет Кидает в Глиммер Вот сбивают этот Вард Но уже слишком поздно Вышка потеряна И уходят КК Ставит Вард Возвращает моментально Ух Как же Возвращают Джаша Потратил Блинк Даггер И минусу этого Надо было сразу С Даггера уходить Не знаю Что-то он Застоялся Ну доли секунды Может там на кулдауне Даже был Фейт отлично С Райгерол Нага Сирена Собирает себе Аганим Это очень интересный Артефакт Который позволит Выхиливать ей Всю команду Такой действительно Слип Будет иметь Под сейф А это от Тинкера Тинкер даст Тут прокаст Жесткий какой-нибудь У тебя там Вся твоя команда Потеряет Где-то половину здоровья И ты нажимаешь Слип И до фоллов Отрегениваешься Ну да Или допустим Такая ситуация Нага дала удачный сон Но Тинкер Накастовал кучу машин И заходить Вроде бы не хочется Хотя соперник Стоит кучно Если у Наги Есть Аганим Ты заходишь Ты не теряешь ХП Потому что реген Там просто бешеный Там восстанавливает По-моему Больше половины здоровья Или около Половины здоровья А в лейтгейме Естественно Которые уже потихонечку Начинают наступать Это очень-очень много Плюс Андерлорд С грейвзами И пайпом Ну грейвзы он только делает Пайп уже есть Во всяком случае Собирался делать И грейвзы Видимо передумал Делает какой-то лотос Может быть Джаш Первым идет Находят Нагу Нагу нужно подсейвить Нагу не удается Подсейвить Форстаф Не в ту сторону Нага Отличный подхоп И все-таки успевает С-трипл-С Дать сейв на эту Нагу Отличный Питок Малис И разваливает Андерлорд Хотя разваливает И Тинкер Отличный лазер А Тинкер Тинкер продолжает Консовать Но прокает баш И Мугис забирает Тинкера Тинкер нет Байбэка Сенкинг Опять отличный подсейв В исполнении С-трипл-С Нужно как-то помочь Фейту Фейт уходит В глиммер Фейт все еще жив Фейт подсвечивает Майн контрол Майн контрол Никуда не уйдет Как же Сейвить своих тиммейтов С-трипл-С Своим астралом Он спас За эту драку Как минимум Двоих Нагу Сирену Которую потом добил Тинкер И дезрафтер На каких-то последних ХП Очень четко реагирует Да и смотрим Вот нанес он 4500 урона Тинкер нанес 3000 Мог бы больше Но Мугис играл отлично Он нашел Этого тинкера И в очередной раз Показывает для чего Он купил Блокинг Вар Фейт Чуть не наказал Глимс видимо Был в кулдавне Что еще я хотел отметить А Блокинг Вар Хотел отметить Который я как-то пропустил Сначала Но Блокинг Вар Конечно ключевой артефакт Здесь Порешал очень сильно 2413 Чуть больше 1000 Голды не убьют Счет вроде большой Должна быть хорошая Доминация Но за счет Как раз тинкера Который очень много Выфармливает Ну и плюс Ньюбит На самом деле Вот они ввели И потом они стали Проигрывать После Рошан Они сейчас отыграли Очень много Они отыграли 3000 Может быть не так много Для 32 минуты Но тем не менее И Урса делает себе Ультимативный артефакт Чтобы заткнуть Лайфстилера полностью Ну или фаер Да Ну или фаер будет работать Как раз таки Очень хорошо Ну если какой-то сайленс будет Потому что Если лайфстилер А кстати он не сделал бы КБ Он не сделал бы КБ Но у него лежит К фиг Байону Да Если сделает То будет работать Более того Очень хорошо будет действовать На тинкера Который не сможет Вообще ничего сделать Ну и на перспективу Артефакт Главное чтобы не слишком рано Потому что зачастую Мы видим как этот артефакт Ну слишком рано Он не так нужен Но против тинкера Будет работать Опять же Ты кидаешь на него Издалека Это ну или фаер Если он не успевает уйти То это огромные проблемы Крэйвзи все-таки Собирается делать Эндерлорд Сейчас находит С-трипл-С 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 могут развалить Очень много урона Муги прыгает В ответочку С-трипл-С Есть байбэк Джаша Отхиливает С-трипл-С Пошел байбэк Минус один сделали Заберут для Сенкинга Пошел здесь раскаст От Джики Роса Лайфстилера Возвращают Надо лайфстилера забрать Ооо Еще и Башек прокает Тем временем С-трипл-С идет дальше Здесь пытается Вместе с Фейтом Напинать Куроку Курок уничтожает Майндконтрол Майндконтрол Также падает Миракл Дает раскаст Как много урона Но Слип Слип И подходит Андерлорд Подходит С-трипл-С Питов Маля ставится Никуда Тинкер Отсюда не денется Энрейдж Эймуги Делает ультра Килл в этой драке Тут же появляется Рошан Ньюби Очень близки к тому Чтобы взять инициативу На этой карте В свои руки Муги просто невероятные Какие-то цифры Показывает 5600 на Урсе 5600 на Урсе Это раз Во-вторых Это третий Рошан Там будет Рефрешер Шард И для С-трипл-С Разве третий? Да-да-да-да С-трипл-С Вон Муншард Уже выше Девавера Очень быстро Этот Рошан Промежуток между Вторым и третьим Рошаном Был очень короткий Потому что Буквально недавно Забирали у нас Ньюби Да Из-за того, что Урса первого Ну, в играх с Урсой Всегда так Она первого забирает быстро Разгоняет тем самым Рошана И вот появляется Рефрешер Шард Это сейчас потенциально Два БКБ Два ультимейта Это страшные вещи Потому что Два ульта С настаканным интеллектом И Ньюби Заходят на 35-й минуте Они сейчас Ну, вряд ли сломают Эту сторону Но могут попробовать Развести Тинкер на байбэк Нужно Ликвидом как-то защищаться Джейдж прыгает Врыв Тут же байбэк идет С-Трипл Си прожимает Блэк Кингвар И начинается размен Поймали в сетку Матумбу поймали в сетку И Матумба погибает Без байбэка 70 секунд Ай-яй-яй Еще и поймали Тинкера С-Трипл Си дальше пошел Да, он прожимает Рефрешер И здесь минус Тинкер Который тратил Только что байбэк Это Это очень похоже На Гудгейм Неужели Ньюби Но стороны нет Стороны не снесут Еще стоит Тир-2 Снизу Тир-1, Тир-2 Фейт погибает На Тир-3 Ну, мидл снесут Мидл снесут И можно Тир-4 ломать Муги пингуют на Тир-4 Надо, надо ломать Нету байбэков Нету байбэков И знаете, что у Тинкера Нет байбэков И глифа нету Нету глифа Но властей 30 секунд Спирит 20 секунд Сенхинг Тинкер 50 секунд Они реально сейчас будут Трон ломать Это ГГ Это просто ГГ Прямо сейчас Курьер пытается задефить Но у него ноль урона Он ничего не может сделать Ньюби Ньюби Фантастическая пятая карта У нас получилась Кура, капитан Последним кидается Понимает, что Эншент Уже никак не защитить Только сейчас появляется Спирит 8 секунд до лайфстилера Или из последних сил Еще попробует Нет, Гудгейм Пишет команда Ликвид И это победа На турнире для Ньюби Мы ждем, мы ждем Покажите нам Ликующих китайцев Как они Сперва ликующих нас Наверное Ох, у меня аж Гарнитура слетела С головы От этой карты Ну, действительно Классное завершение Этого грандфинала Мне кажется Сейчас у них маленькая эйфория Как раз таки Что они смогли обыграть Что они смогли взять Этот реванш У команды Ликвид И непростая Непростая карта была Вначале Казалось Андерлорда давили И вроде бы Начинала получаться Ликвид игра И отжали Рошана Но в итоге Все-таки смогли Додавить И мы поздравляем Ньюби с их победой Это первый турнир Для них В этом году Ну и в общем-то Отлично Они себя показали Не хватало Ньюби Каких-то первых мест На международных турнирах Чтобы почувствовать Свою уверенность Обыграв всех Оставив всех европейцев Позади всех американцев Здорово играли И китайская надежда Она есть Да Пытаюсь вспомнить Где они там Примерно в очках По системе Valve Но насколько я понимаю Им все-таки еще Далеко Ведь Гентинг Это у нас Минор Да То есть они получают Минор не очень много дают Поэтому Классно побеждать На мажорах Да Да У вас он кипит Который по-моему Больше всех ждал С Triple C Но наконец-то Мы увидели Эмоции Китайской команды Потому что Я честно говоря Последний раз не помню Я последние эмоции Знаешь от кого видел От Чуаня Давно-давно В 2012 году Да-да-да Когда он там орал Кричал Вот Больше там Они обычно Знаешь как встают Пойдут руки пожмут Все И дальше играет доту Как на четвертом винте Когда обе команды вышли И буквально Ну никаких эмоций Но здесь наконец-то Потому что Для Ньюби Эта победа Значит очень много Экипи уже полез Обниматься Со всеми Но Джошу просто Пожал руку А вот С Triple C Не побоялся И приобнять Я думаю Ликвиды все равно Они прекрасно Понимают Свою силу Свою мощь Ну бывает Не всегда же выигрывать Второе место Оно тоже Неплохо Конечно Всегда Неприятно Проигрывать в финале Но все равно Да Вот мы видим Сейчас Игроков Ну мы Пытаемся Перевести интервью Если мы Что-нибудь услышим Я честно говоря Такого Какая Впервые Это интервью Сразу С пятью Людьми Хелен Которая Будет переводить Так На русский Куча Объектив Да Просят Поприветствовать Как раз Новых чемпионов Да Спрашивает Что для вас Значит Обыграть Ликвид В этом В финале Что вы чувствуете Мне кажется Мы Победили проклятие Сняли С себя Проклятие Да Последний вопрос Перед тем Как вы заберете Свой трофей Какая разница Между вами И теми Нюби Которые были На Бензо Интернешнл 7 Где Джек Куда Джек Адели Переводчика Всегда Эмоциональный Такой живой Сэр СТ Трипл Си Всегда Он эмоционально Отвечает Мне кажется Больше всего Переживает Мне кажется В команде Мы начали Больше доверять Они смогли Я имею ввиду Финал Интернешнл Они смогли Не распасться А с новыми силами Прийти И выиграть турнир Это конечно Дорогого стоит Да Там еще спросили В чем различие Между вами Сейчас Вами на интернешнл На что Муги сказал Ну мы Как бы Типа Просто стали лучше Теперь-то мы топ-1 На кубок Ну немного Немного Застенчивые ребята Ну китайских Культей Всегда Они такие Застенчивые Очень мало На самом деле Таких эмоциональных Огроков Но вот С Трипл Си Мне он Реально Очень нравится Такой улыбчивый Эмоциональный Крутой парень Да От него Исходит Какая-то Необычайно Позитивная Энергетика Что Он доволен Он доволен Дали ему кубок Ну в общем-то На этом Турнир ESL Ван Гентинг Подошел к концу И Это тот случай Когда Минор Был достоин Мажора Да Мощные полуфиналы У нас были И наши команды Участвовали И четвертьфиналы Были мощные И четвертьфиналы Были мощные Да и финал Хорош Пять карт Все как нужно Все как надо Все как на мажоре Должно быть Так что На мажоре Будет 3-0 После этого Но Здесь уже конечно От команд больше зависит Действительно Зачастую Не организаторы Делают Красоту турнира А именно команды Команды игроки Своей Потрясающей игрой Мне очень понравилась На этом турнире Именно Борьба умов Как команды Боролись друг с другом По этому финалу Учитывая Что они уже играли Best of 3 в группах Вот эта вот Эволюция драфта Когда Нага Переходит Туда И сюда И в итоге Earth Spirit Которые